а вот бумажку можно здесь так сказать не говорить плохо сто процентов не будет чисто по-товарищески чушь там больной альбом 5 плакатик ну не дать не взять всевозможные танцульки а тут пацаны лапают просто красавцы да как ну поставь и послушай нормально и насладись я могу продолжить послушать итак всем привет это рок-сказы с вами big nick и сегодня мы с вами дорогие друзья отправляемся в длительное путешествие по 1970 году году когда рок-музыка практически захватила всю планету рок-музыка как стиль как образ жизни стал тем событием практически каждого здравомыслящего человека от которого отказаться ты никоим образом не можешь сегодня мы с вами вновь находимся в стенах клуба алексея козлова человека который в нашей стране ну давайте говорить откровенно был одним из основоположников джаз-рока и человек который пропагандировал рок-музыку в той или иной степени на необъятных просторах нашего государства чего стоит один jesus christ суперстар то есть та сюита которую алексей семенович козлов написал для его ансамбля арсенал и которую они исполняли на просторах советского союза как подпольно так и в открытую например как в городе таллине тогда еще эстонской сср перед тем как мы начнем обозревать пластинки выпущены в 1970 году мне бы хотелось поблагодарить всех вас за ваши звонки комментарии ссылки предложения рекомендации и ту маленькую критику которая очень полезна для нас отговорил это абсолютно откровенно потому что да действительно какие-то вещи с глаз замыливается и какие-то альбомы мы пропускаем мимо но я уверяю вас наша команда приняла решение что после того как мы сделаем скажем так обзор 70-х годов полностью мы выпустим так называемый спецвыпуск под названием деликатесы это будут те альбомы которые по той или иной причине не вошли в предыдущие программы или как вот помните была такая программа радиопрограмма по вашим заявкам то есть вот теперь вы можете смело писать о том какую вы считаете пластинку какой альбом какого исполнителя мы вот в наших обзорах забыли а должны были указать итак друзья мои 1970 год конечно же одна из основных пластинок этого года альбом let it be пусть будет так группы beatles который по праву считается последним альбомом этого коллектива beatles практически к этому времени уже не существовали как коллектив это были четыре человека продолжающиеся периодически общаться друг с другом но общий бизнес компания apple яблоко которую они тогда основали она еще требовала отношения каждого музыканта каждого члена к этому процессу и поэтому музыканты не имея творческих никаких как говорится вот таких вот связи между собой они продолжали общаться помимо альбома let it be beatles выпускает еще вот эту странную пластинку которая называется hey jude практически это сборник но поскольку beatles должны были еще один альбом они выкрутились таким образом выпустив вот эту пластинку и еще что я хотел сказать по поводу let it be вот этот альбом должен был называться get back по композиции которая включена в этот альбом и лишь последним последний момент когда альбом этот многострадальный записаны 6 еще в 68 году записаны этот альбом он очень долгое время как говорится находился в работе над ним так сказать сведением занимался некто фил спектр с подачи пола маккартни и в конечном итоге никто не был доволен вот тем как был этот альбом в конечном итоге с микширова но нужно было выпускать альбом нужно было освобождаться от обязательств и поэтому и название такое let it be пусть будет так хотя кстати баллада let it be потрясающе и то что ее до сих пор исполняет продолжать как продолжают исполнять как сольные музыканты так и целые группы людей чего стоит только выпущенный вариант этой песни опять-таки под руководством пола маккартни с участием всех звезд на тот момент британской поп-музыки включает марка ноффлера гарри мура боя джорджа кого там только нет на этой записи если вы не слышали это послушайте очень хорошая запись а мы продолжаем по пластинкам 70 года сэр пол маккартни и его первая сольная пластинка вот я не знаю сколько раз я не пытался эту пластинку вот слушать так чтобы получить от нее удовольствие отдельные песни потрясающе а вот как альбом мне кажется я его слепила из того что было то же самое могу сказать о вот этой пластинке пластикона бэнд джона леннона и его супруги йока она какой-то больной альбом вот честно говорю что-то вот в нем какое-то такое трагическое леннон переживал наверно все-таки с одной стороны распад битлз и некое предательство своего друга пола маккартни как вы знаете о том что маккартни леннон собрался чушь шестьдесят девятом году покинуть ансамбль битлз но маккартни его уговорил попросил чтобы он не уходил а сам втихаря записал пластиночку и первым ее выпустил раньше леннона ну так чисто по-товарищески чушь там друзья товарищи собутыльники со камерники если хотите по рок-музыке группа the rolling stones выпускают 70-м году свою первую официальную живую пластинку которая получает название get your eyes out вот так вот недвусмысленно скажем тогда удивительно что вот если вы обратите внимание это единственная пластинка rolling stones на которой на обложке изображен барабанщик чарли вот к сожалению в этом году покинувший нас группа rolling stones сейчас насколько я знаю заканчивает американские гастроли очень успешные весь интернет забит видео с этих концертов есть шуточка чтобы закончить вот эту тенку блуждающая по интернету на ее озвучие если кто-то и не 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 знает сейчас немножко посмеется миг джаггер позвонил полу маккартни и ринго стару и предложил поскольку у них остались два гитариста и вокалист в основном составе предложил басисту полу маккартни барабанщику ринго старт включиться в состав их супер группы и провести мировой тур еще одна легенда джим моррисон группа the doors альбом morrison hotel and hard rock кафе на удивление мощный альбом очень мощный альбом две стороны одна называется morrison hotel вторая называется hard rock кафе удивительно то что вот эта фотография которая которую вы видите на обложке это действительно настоящий моррисон отель я не помню кто из обслуживающего персонала но из команды doors тех людей которые работали на а может быть даже сам фотограф кто-то оформлял обложку честно говоря сейчас не помню но вот человек который увидел вот это вот он сразу говорит он сразу сделал так что предложение группе чтобы они снялись на фоне вот этого вот этой вот надписи это понимаете стекло такое было да в этом моррисон отеле видите комнаты от двух с половиной долларов за ночь и самое интересное нужно было каким-то образом отвлечь портье и им это как-то удалось сделать его буквально вот освободившийся промежуток времени была сделана это легендарная фотография которая украсила обложку одного из лучших альбомов группы the doors хотя вот положа руку на сердце но назовите хоть один слабый альбом группы the doors я имею ввиду с моррисоном могут быть претензии к двум последующим альбомом которые вышли без своего лидера хотя я считаю с музыкальной точки зрения они потрясающие альбомы тут уж дело вкуса да как и вот это вот фантастическая на мой взгляд живая пластинка группы the doors absolutely live абсолютно вот видите здесь даже плакатик такой красотища вот такой вот этот альбом обязан был обязан был появиться я не знаю раньше он должен был появиться наверно когда моррисон только набирал вот эту вот свою свои вот эти вот шаманство всевозможное но то что он появился в 70-м году это что здесь были сделаны записи живого ансамбля doors именно в его мощи в самой настоящей мощи вот тогда когда коллектив как говорится ну не дать не взять понимаете вот она стопроцентная выкладка и вот это все на этой пластинке есть даже не нужно видео включать в эту энергетику прямо почувствуете когда только поставите эту пластиночку на свой проигрыватель прошлый раз мы с обозревали третий полноразмерный альбом ансамбля deep purple который в простонародье называется апрелем а так он просто называется deep purple перед тем как я расскажу об этом четвертом альбоме который называется концерт для группы с оркестром в группе deep purple состоялись произошли перемены ричи blackmore человек с ангельским характером только я не знаю какой ангел какого цвета понимаете скорее всего наверное все-таки темненький такой потому что то что он творил с остальными членами ансамбля это конечно отдельная история почитайте в интернете кого-то это порадует у кого-то волос дыбом станет я имею ввиду какой какие у него шуточки розыгрыши и тому подобное в конечном итоге ричи blackmore выпили из состава deep purple бас-гитариста ника симпера и вокалиста рода эванса на смену которым пришел певец йен гиллан который кстати и по сей день возглавляет с микрофоном этот залихватский коллектив и бас-гитариста аранжировщика продюсера саунд-продюсера роджера гловера вот эти два человека входят в состав deep purple человек с классическим образованием джун лорд клавишник помните одно время лидер группы арт вудс человек который поработал игрущиком собственного органа таска его с этажа на этаж когда они играли в далекие 60-е всевозможные танцульки так вот вот джон лорд пишет вот это вот монументальное произведение концерт для группы с оркестром королевский альберт холл королевский филармонический оркестр дирижер малькольм арнольд и все вот это действо происходит так сказать в живую делается запись фирма и май точнее ее подразделение harvest выпускает этот альбом который до сих пор стоит неким таким краеугольным камнем во всем творчестве ансамбля deep purple считать ее сольником лорда нельзя поскольку написано deep purple как deep purple скажем ну я не знаю ну ну для меня это все-таки какая-то вот другая история да но это опять-таки мое мнение особенно если учесть что следующим альбомом выходит вот этот монумент но вот согласитесь скала памятник так сказать deep purple in rock пластинка с которой практически но если так положа руку на сердце наверное вот то что называется hard rock тяжелый рок вот для меня наверное начну начал начался именно hard rock начался именно спорт стенки deep purple in rock led zeppelin 3 black sabbath и там все это это уже было потом те же vanilla fudge mc5 iron butterfly да можно назвать что это родоначальники хэви металла да именно вот точнее тяжелого вот этого hard rock как нас это первые группы которые дали настоящие такое тяжелое звучание но друзья мои я не могу грешить честно говорю сердцем не могу потому что для меня вот это вот вот он родоначальник именно вот этот альбом с него как говорится все и началось speed king blood soccer child and time баллада всех времен и народов хотя многие вот знаете говорят о том что я уже не могу слушать этого это дитя во времени ну не могу я и слушать эту песню да как мы поставим послушай нормально и насладись кстати история песни child and time кто знает проматывайте кто не знает послушайте дело в том что child and time песня которую члены пятерочки deep purple темно-лиловой пятерочки да стыбзили скомунизили можно сказать у группы под названием it's a beautiful day была такая группа очень хорошая которая 69 году выпустила свою одноименную пластинку и на этой пластинке была композиция которая называлась бомбой колин это инструментальная композиция поверьте вот залезьте в интернет сейчас найдите it's a beautiful day бомбой колин поставьте если вы никогда не слышали у вас так тихонечко мурашки пойдут по коже так вот deep apple взяли и выпустили эту песню которая тут же стала хитом радио хитом несмотря на свой очень большой формат она такая полноразмерная песенка занимает чуть ли не половину одной стороны виниловой пластинки как они решали вопрос группа it's a beautiful day я не знаю но группа it's a beautiful day на своем следующем альбоме который называется marine maiden они взяли одну из композиций группы deep purple точно также и переделали ее не сославшись на того на первоисточничек одним словом ребята ударили по рукам и остались друзьями на долгое время я думаю до сих пор музыканты общаются потом поскольку одни сделали популярным композицию одних людей другие сделали популярным композицию других людей следующий памятник эпохи альбом led zeppelin 3 дизайн сделанный человеком под псевдонимом zekron я честно говоря не знаю я встречал потом его еще где-то в кино индустрии он делал какие-то плакаты постеры для кинофильмов но вот эта идея с крутящейся конечно вот этой обложечкой вот эти кучи всевозможных разных штучек конечно завораживает кстати мы делали обзор я делал обзор лучший рок обложки ссылочку мы сделаем внизу обязательно посмотрите получите удовольствие ну что тяжелая артиллерия продолжает свою работу после арт-подготовки дебютный альбом группы black sabbath одноименный мрачный тяжелый тянущийся не знаю вот навевающий какое-то состояние не знаю маленького такого холода холодочка по это с таким своеобразным звучанием вот такое ощущение вот сейчас за окном посмотришь вот где-то вот примерно то же самое да единственное что здесь радует это конечно гитарные пассажи тони айоми я вот до сих пор вот удивляюсь честно как он это все вот умудряется вроде бы ничего особенного отцепляет ведь ну и конечно возик это в реале кто мог тогда подумать что из этого вот этого мальчика такого мягко говоря несуразного до который появлялся появился первый раз на top of the pop по моему программе в 70-м году вырастет звезда вот такая вот целый озище я бы так сказал о сборнище да в этом же году группа выпускает и второй альбом параноид вот это тот случай когда два альбома не есть одно целое то есть между ними ведь и на сверле это выходит в америке он вышел на ворнере на ворнер бразерс на зеленом таком болотном пятаке и если не ошибаюсь по моему даже без разворота в америке он выходил первый пресс американцы любили без разворота выпускать кто такие для них были тогда вот эти все английские рокеры но мы об этом говорим всегда в обложках в программах наших я об этом рассказываю еще об этом поговорю параноид считается классикой стиля как принципе и весь ранний black sabbath я думаю где-то до техникал экстазе да и наверное и не высайдай последний альбом с ози той той поры все таки black sabbath это такая группа которая при правильном как говорится промоушене грамотно выбранном образе и при интересном на мой взгляд все таки прогрессе от альбома к альбому то есть ты точно покупая следующий альбом не покупал тот же самый материал только в новой обложке согласитесь со мной последующие альбомы после этого и тот же master of reality волон фой саббат блади саббат и сэббат аж то есть альбомы которые ты ставишь и ты понимаешь что группа все равно движется куда-то в направлении там вперед в стороны но точно не а может и назад ну какая разница все равно движется интересно как ни крути еще один дебют 70 года опять-таки британская группа юра альбом вэри эвэри эмбл вот кстати для тех коллекционеров которые любят как бы что-то экзотическое это бразильское издание рок-музыка добралась уже и до бразилии тот же самый то же самое сверло но бразильская без разворота то есть такая вот и довольно редкая фотография первого состава ансамбля юра и хип миг бокс и дэвид байрон работали в группе спайс была такая группа которая оставила после себя одну единственную сорокопятку а примкнувший к ним кен хэнсли был в составе такой группы годс где он играл с будущим барабанщиком юра гип который придет чуть позже ликер с лейком вот как только хэнсли как сон райтер хороший сон райтер автор очень хороших песен встретился с миком боксом и дэвидом байроном так и получилась хорошая команда которая называется юра и кто не знает для тех кто не знает выскажите вот что это такое как-то в песенке помните пелось и в деревню на поправку где коровки щиплет травку как там что отправлен был да вот так вот друзья мои это pink floyd а там сердце мать новый альбом от группу да еще дозу до the dark side of the moon конечно еще далеко до этого звучания но роджер уотерс дэвид гилмор рекрайт и ник мэйсон уже четко понимают в каком направлении хотя вот тут тоже я сейчас сижу его они четко понимать в каком направлении они движутся то я думаю фиг они понимали в каком направлении не движутся они двигались как двигались вот пришло записалась хипносис наняли они им сделали вот такую вот обложку по моему если я не ошибаюсь есть только одно издание французская патте марконе которые умудрились вот здесь вот написать pink floyd а вот так вот я представляю заходит человек в магазин да вот например ну дайте мне пожалуйста два литра молока и вот эту вот коровку но шутка конечно нет альбом хороший действительно для своего времени он был наверное даже где-то революционным с точки зрения музыки с точки зрения составления написания точнее материала и вот действительно ты понимаешь что после потери сида барретта основателя группы pink floyd оставшиеся групп оставшиеся три музыканта и примкнувший к ним дэвид гилмор действительно уже составляют одно единое целое то есть ту семью которая практически все время проводит вместе на гастролях которая общается друг с другом и наполняет друг друга творческими идеями мыслями из этого как говорится и состоит группа настоящая рок-группа а не только из тех сказок которые вам напишут в газетах журнал ну точнее о них тогда писали всевозможные вечеринки всевозможные пати всевозможные там безобразия которые как бы вот сопровождают всех этих рок музыкантов свой первый дебютный альбом выпускает скрипящий соловей британии рот стюарт это американское издание на mercury в англии он опять таки вышел абсолютно в другом конверте и если я не ошибаюсь в англии он вышел тоже на сверле то есть на фирме вертиго но здесь видите какой оригинальный конвертик до 12 глаза и mercury вот так выглядел рот стюарт тогда его друг ронни вуд который член группы rolling stones его друг ронни вуд впоследствии а до этого они вместе работали в группе the faces лица и что самое интересное для поклонников кита эмерсона и группы эмерсона реки пальмы если вы собираете все что связано с китом эмерсона вот здесь этот музыкант принимает активнейшее участие в записи этого альбома на органе великий и ужасный вот ничего не буду говорить по этому поводу это нужно услышать потому что перефразируя того же самого товарища запу фрэнка я могу сказать фиг ли говорить о музыке это все равно что танцевать о архитектуре но приписывает ему эти слова хотя кто-то говорил что это где-то уже кто-то раньше использовал но фрэнк запа уникальнейший музыкант удивительнейший человек талантливейший если вам вот действительно у вас есть время у вас есть желание у вас есть потребность чему-то неизведанному вот вам чего-то хочется в музыке изысканного но при этом не быть нагло обманутым человеком когда знаете вот есть нагружают там молодым молодые уши да и нездоровые души да вот нагружают там вот это класс вот это класс вот это просто супер а потом ты понимаешь время проходит до фуфил это полный что ну ну как бы до оберточка красиво вот с фрэнком запа у вас такое не будет потому что это действительно милостью божий музыкант человек который создал колоссальное количество материала музыкального очень много записанного материала к сожалению до сих пор еще не вышло семья этим занимается потихонечку выпускает какие-то записи как кстати и с наследием джимми хендрикса насколько я знаю там в аналах еще тоже имеются пленочки с записанным материалом и рано или поздно они увидят свет американская группа grand fun rail rule крушение на железной дороге так можно перевести значит вот такое вот трио альбом closer to home это вторая полноразмерная пластинка ансамбля grand fun и вот на этой пластинке уже начинает четко вырисовываться стиль в котором группа grand fun начнет работать дальше очень хорошая пластинка очень качественно записано найти если удастся найти ее на натуральном капитольчике на настоящем там по моему такой зелененький должен быть лейбочек такой красивенький а нет вот видите здесь красненький но тоже хороший точнее бордовики в общем найдите на хорошем старом прессе его и получите такое хорошее удовольствие ребята умеют играть не скрывают этого то есть это не то что сегодня там две нотки записали отрезали две нотки записали отрезали приклеили вот и песенка получилось а тут пацаны лобают просто красавцев еще одна американская легенда чикаго наконец-то отбросив так спор ну а куда что без этого денешься кстати это проба промо копия 70-го года очень хороший так сказать прессе такой хотя по яблочкам это не совсем 70 а где-то год 74 75 но тем не менее промо копия вот золотой стамп 2 2 альбом группы чикаго видите как они себя ребятки любят вот такие плакатики которые вкладываются кстати вот по поводу оформления начиная со второго альбома практически каждый альбом группы чикаго он содержит либо какие-то цветные вкладыши либо плакаты либо как на седьмом чикаго в первую партию вкле вкладывался такой я покажу потом он мне есть коллекции такая штучка которую айрон что-то как она называется в общем ее надо было утюгом клеить на маечку там такой попугай такой прикольный классный то есть вот ребята насчет этого насчет пиара насчет хорошего мэчендайзинга очень хорошо работали кстати вот четвертый альбом чикаго четвертной концертный который они записали в карнеги холли вот там полный фарш сутки можно рассматривать сколько внутри там наложено всевозможные меморабли включая плакат 2 на 3 метра в оригинальном первом прессе плакат 2 на 3 метра можете себе представить теперь мы переходим героем а вот столько фестиваля легендарного который в шестьдесят девятом году прошел и ряд исполнителей которые выступили на этом фестивале в семидесятом году выпустили пластинки свои которые тут же стали бестселлерами первая пластиночка которую я хочу представить это альбом группы джефферсон эйрлплэн но очень интересно вот после своего выступления на вот стоке группа посчитала что она уже вправе выпустить сборник своих хитов видите здесь такой вот типа книги сделаны потрясающе на ощупь просто фантастика вот так вот и там за их период до семидесятого года собраны все хиты включая somebody to love самую их известно на тот момент композицию вообще вот группа джефферсон аэроплан потом они сокращались джефферсона потом были джефферсон старшип в общем у команды несколько поколений менялись музыканты но вот и узнаете есть такое вот понятие например американская народная группа вот так чикаго например джефферсон аэроплайн относится к тому пока степенбольф например или там те же great у дэд то есть группа которая вот считается что это национальное достояние и что ты хочешь с этим делать каждая новая пластинка каждый новый тур ты обязан сходить на концерт купить пластиночку поставить дома какой-нибудь там значочек типа там плакатик в общем отметился все любимые наши там называется супер группа кросс без стил нэш и янг и практически видите немножко похожие обложки на джефферсон аэроплайн дежавю альбом в принципе это первый альбом в этом составе до этого группа выступала в составе кросс без стил и нэш стил с нэш и вот вчетвером они собираются записывать потрясающий альбом дежавю в кожаном обложке наклеенная фотография такое видите под старину закос и вот такой вот красивый разворот я не знаю вот этот коллектив кросс без стил нэш и янг относятся к той категории музыкантов где каждая нота каждый аккорд это на весь золото а вот то что у них вот эти гармонии вокальные вот если внимательно послушать оттуда растут ноги у таких ребят как иглз и тому подобное то есть вот очень качественно поп рок-кантри все это вот так вот перемешано типа такого знаете такого дорогого салата который вместо предшествующего основному блюду продукта превращается в основное блюдо который будет кроме которого ничего не нужно а кридинс клюот рива его его два брата фогерти стю кук и дак клиффорд вот этот вот потрясающий квартет альбом pendulum маятник помните в шестьдесят девятом году когда мы говорили с вами о вот таки я рассказывал о группе кридинс какая какая интересная обстановка была во время их выступления пересмотрите получите удовольствие улыбнетесь ну что великий о опять видите опять плакатик великий и ужасный девадип карлос сантана и его второй альбом который называется и бакс с сантана это конечно кстати я даже не помню что он здесь был вот красотища такая представляю у нас было так вот выпускали синие птицы цветы бы там я не знаю песняры в советском суде я я ничего но просто так констатировал сантана конечно потрясающий гитарист я который до сих пор будоражит умы и сердца людей человек который несколько раз обладал самой заветной статуэткой грэмми самым таким большим призом в области музыки сантана нужно слушать это один из первых людей вот он тогда и по моему хосе фелисиана еще был такой музыкант который латиноамериканскую музыку совместил с рок музыкой но хосе фелисиана это слепой певец гитарист как бы у него очень эмоциональный человек тоже если вот не слышали он делает такие красивые а латининные аранжировочки на хиты он не стеснялся брал битлз он не стеснялся брал мама сэнзи папа с кого он только рейнг стоунс он перепевал их всех но в такой прилатинной эмоциональный довольно такой ярко раскрашенной эмоциональной манере так что послушайте а вот сантана это конечно бэнд это коллектив с перкуссиями со всевозможными такими фишечками там и это очень хорошо кайфово драйвово сантана принципе сантана можно брать любой альбом слушать кто-то может сказать одна большая песня нет уж друзья мои там уж если песня хороша то начинай сначала там все порядке каждый альбом очень хорош джимми хендрикс и band of gypsies оркестр цыгане на этом альбоме хендрикс это уже не experience хендрикс распускают джимми хендрикс experience после альбома electric lady land и здесь он уже работает со своими новыми партнерами это бадди майлз и билли кокс то есть два новых музыканта живой альбом в принципе я думаю что это одна из тех пластинок которая может украсить вашу коллекцию если ее у вас нет она того достойно получите колоссальное удовольствие вообще хендрикс это тот музыкант к творчеству которого к счастью я вот знаете время время от времени возвращаюсь по новой переосмысливаю потому что на тот момент когда ты слушаешь на бы ну когда при очень большом потоке информации как бы выбираешь то что немножко наверное но более яркая более броская более доступная а хендрикса надо все-таки послушать его с ним надо пожить с его музыкой это такая очень интересная история и еще одни участники вот стока группа д ху роджер дал трепи таунсанд барабанщик кейт мут и бас гитарист джон интуизл вот здесь вот интересно очень оформление это оригинальных альбом 70-го года концерт живой в лице знаете я очень долго искал кстати такую копию чтобы она была в полной комплектации здесь очень такая знаете как оберточная бумага вот если видно видите ну уже при она тут же сразу начинает тереться подрываться вот вот такой вот белый пятачочек очень хорошим самое главное здесь во первых потрясающий концерт вот живо живая атмосфера концертная у заху это как раз то что доктор приписал тот без дурачков как говорится и вот самое интересное что здесь колоссальное количество мемораблей видите вот там всевозможные значит трек листы письма письма кстати вот здесь очень интересное письмо как раз приглашение участников точнее организаторов вудстока они приглашают группу д ху на участие принять участие на вудстоке да вот здесь очень интересный такой вот видите такая штучка от руки написано значит на что тратились деньги кому выдавалось то есть такая интересная арифметика так почитаешь посидишь посмотришь но здесь тоже всевозможные расходы а этот график кто куда за кем и еще чего то вот там этот самый вот здесь вот кстати вот кстати то же самое ведь и вот 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 письмо о том что приглашаем вас на вот стоп ребяточки приезжайте значит вот первый текст my generation которую легендарную песню написанный товарищем питом таунс он дом который в принципе написал весь материал для группы дху за рейд за редчайшим исключением вот и my records просит группу дху для того чтобы она так сказать подписала с ними контракт вот здесь складывается вот такой вот плакатик для ребяточек чтобы они на сцена на стеночку вот такая вот фотография опять-таки питом сант где остальные неизвестно наверно пошли покурить так ну всевозможное тут еще раз говорю очень а вот вот вся группа в полном составе пожалуйста все четыре красавца но в общем друзья мои вот по ней я понимаю что это конечно игрушки для взрослых людей понимаете кто-то мне скажет ерундой занимаетесь музыку слушайте так моим музыку слушаем и картиночки смотрим приятно все хорошо давайте на этом мы сделаем паузу это будет называться вот 70 под вам или там часть 1 а через очень короткое время мы к вам вернемся с продолжением этой истории до подписывайтесь ставьте лайки вот все о чем я говорил можете мне там написать что здесь вот здесь ты не права вот здесь ты еще раз не прав а вот у меня такой пластинки нет будьте добры вышлите почтой россии но друзья мои все как всегда шутки прибаутки но дело серьезное он нам еще предстоит с вами еще как минимум одну часть по 70-му году пройтись там есть о чем рассказать